Таёжно-лесная зона, умеренно холодный пояс, огромные территории России занимает, ну и в частности основную территорию Сибири это тоже, конечно, тайга. Природные условия довольно разнообразные на самом деле, то есть в североевропейской области там более мягкий климат, нет мерзлоты, в восточноевропейской области более континентальный, на Камчатке есть муссонная тайга, в восточной Сибири кое-где есть там мерзлота под тайгой. Ну в целом тайге, конечно, температура всё равно минусовая, так или иначе она на севере, минусовая господствует, но бывает лето там в тайге, да, все мы знаем, где-то так от 3 до 5 месяцев там лето, так или иначе успевают держаться там все вот эти голосеменные растения в таких условиях, которые там преобладают осадков, обычно достаточно много в тайге, и там много болот, как все мы знаем. Северная тайга это вечная мерзлота. Среднегодовое количество осадков в любой тайге превышает испаряемость, то есть даже если там не болото, всё равно это территория с избыточным увлажнением. Ну есть в восточной Сибири кое-где тайга с недостаточным увлажнением, то есть я типовую ситуацию говорю. В связи с этим промывной водный режим, то есть постоянно идут какие-нибудь дожди, которые промывают воду под лесом. А в районах, где вечная мерзлота, там застойный водный режим, то есть сквозь мерзлоту она не проходит, вода и застаивается там в верхних слоях. Рельеф разнообразный, надо сказать, в Сибири, то есть и равнинный, и плоскогорный, и горный, и то же самое можно сказать и про север европейской части. Ну даже, пожалуй, весь рельеф не буду расписывать, это скорее не к почве относится. Ну можно сказать, что разный, короче, рельеф. В тех районах, где тайга преобладает, классических, в Западной Сибири, в принципе равнинный. Но надо сказать, что в Восточной Сибири и на севере европейской части там гор довольно много. Почвеобразующие породы, ну обычно это все либо на леднике идет, либо это идет на песке всевозможном, внизу. Ну тоже по-разному бывает. Допустим, в Восточной Европейской области много суглинка, на глине может быть. Кое-где бывает на карбонате, на карбонатной они могут быть, эти почвы. Допустим, в Среднесибирской плоскогории они карбонатные. Ну и кое-где на коренных породах, может быть, на вулканических даже в Камчатке. На Камчатке на вулканических породах идет таежная почва. Растительность основной тип лесной, ну и также есть пойменный и болотный. В принципе, есть там луговая растительность, посреди тайги могут быть луга. Да, но основной, вот весь биомасса, вся основная, основной вклад в биомассу вносят деревья хвойные в тайге. Лесообразующие породы, ель европейская, ель сибирская, пихта сибирская. На втором где-то месте сосна обыкновенная и лиственница сибирская. Вот где-то под ними может быть, в принципе, там береза. В зависимости от того, южная тайга или северная, может появляться также дуб, клен, вяз, ясень, липа. То есть, всячески под лесок там может быть широколиственный. Это не отменяет того факта, что перед нами все равно тайга. Могут быть вкрапления, какие-то таких березняков там, в тайгу. С нижним еще более ярусом, еще под березой, идут кустарник. Это обычно богульник, голубико, воронико. Папоротники могут быть самым нижним ярусом в тайге. Вырубки обычно заболачиваются, либо покрываются березняком. Поэтому вырубки там вообще не рекомендуется. Хвойный лес медленно восстанавливается. Там будет болото, либо березняк, и очень медленно снова вернется со сна. Очень много на самом деле болот среди всего этого. Но заболоченность отличается по региону. Допустим, в Западной Сибири примерно только 20% леса, а остальное болото. То, что там называется Западно-Сибирская тайга, это только на 20% лес. Но вот в этой зоне я жил, и да, подтверждаю, там практически на самом деле одно болото. Но на болоте тоже более-менее что-то там хвойное бывает, или перекрывают его. Ну так вообще, значит, чистый лес без болота – это вот увалы. То есть какие-то возвышенности в низменностях болота, на некоторых возвышенностях там идет чистый лес с мхом там внизу, который не болото. Где-то к югу Западной Сибири лесистость может до 50% достигать. Вот я как раз на юге жил, но все равно, по-моему, в районе Томска на 0% 40% лесистых, все-таки больше болот. Ну вот, то есть максимум вот в этой Западно-Сибирской тайге 50% лес, и остальное все равно болото. В заболоченной территории покрыты сфагновые, травяно-сфагновые леса. Но там тоже хвойные в болоте могут есть. В южной тайге появляются всевозможные липа сибирская, всевозможные широколиственные, и лесистость возрастает, там примерно 60%. Вот что касается Средней Сибири, Енисейской, то там, наоборот, лесистость 80-90%. Вот там реальная тайга без болот. И южная особенно тайга. То есть вот южная тайга, примерно енисейских вот этих мест, там, да, болот нет 90% леса. На Камчатке где-то 26% территории леса, в основном это каменные березы, то есть специфические камчатские виды. Органические остатки хорошие, в основном они поступают в виде опада, то есть всякие там хвоя, листья, если там есть широколиственные, всякие ветки и так далее, с дерева падают, и вот лежат. И получается, что в основном там вся биомасса надземная, поэтому лучшие там эти самые почвы, это дерновые, где подстилка развитая, корни развитые были, по крайней мере. Вот на дерновых почвах я как раз вот вырос. Там проблема, что это надо с корнями разбираться в этой дерновой почве, а плодородия там достаточно. Все-таки, даже без всяких удобрений, картошка там неплохо так вырастает, и многие другие, всякие культуры. Ну, а теперь, значит, типичные почвы. Наиболее типичная лесная почва, это все-таки подзол. Вот я недавно тут географию рассказывал как раз с европейской части, и севера, и центральной части, говорю, что подзол этот самый там доминирует. Значит, собственно, что такое подзол? Подзол – это почва, напоминающая золу. Она по цвету вот как печная зола полностью. Значит, подзол образуется в условиях промывного водяного режима и кислой среды. Кислую среду задает все-таки гумус. Значит, сущность подзолистого процесса, то есть образования подзола, это разрушение верхней части почвы, всевозможных первичных и вторичных минералов, причем разрушают там именно корни этих деревьев. Они разрушают, значит, отмирают различные части таежной растительности, разлагаются под влиянием грибов с образованием водорастворимых органических соединений, в основном кислот всяких гумусных. И вот эти фульвокислоты там преобладают в подзоле, они разрушают минералы в верхней части. Все эти минералы, разрушенные, поскольку постоянно идет промывание, смываются вниз. Основная часть переходит в раствор и смывается вниз вплоть до почвы на грунтовых вод. В результате вот как раз под лесной подстилкой практически сразу после небольшого плодородного слоя, тоже достаточно слабо плодородного образуется, вот этот полностью светло-серый горизонт, ни хрена не плодородный, имеющий кислую реакцию и крайне обедненный всевозможными питательными элементами. Вот поэтому ничего там на этой почве не черноземный и не растет. Ниже этого подзолистого горизонта часть этих вымытых всяких иллистых частиц она может накапливаться, то есть за подзолом там может быть более-менее насыщенные минеральными веществами районы, но туда корни наших растений, злаковых и прочих, не достаются. То есть когда на подзоле выращивают растения, они где-то там поверху что-то питаются, а сам слой, в котором они могут пропитаться, достаточно слабо, потому что на подзоле они не могут, там мало веществ минеральных. Ну, подзолистая почва это все-таки северная и средняя подзона таежно-лесной зоны, то есть это все-таки скорее все-таки европейская часть тайги, она особенно подзолистая. Они могут в принципе использоваться земледелий, там есть небольшой слой. Ну, делятся они на глеи подзолистые и подзолистые. Глеи подзолистые это где идет и оподзоливание, и глей. Это очень плохие. Значит, глеи подзолистые и северная тайга под хвойными лесами с покровом из мха или шайника, носу глибкой обычно. Значит, состоят они из следующих слоев. Сначала идет лесная подстилка из мхов, хвои, веток, коры, шишек всевозможных, имеющих какое-то количество гомоса и торфа. Вот лесная подстилка, 3-10 сантиметров первый слой. Потом идет горизонт полностью подзолистый и оглеенный. То есть, по сути, никакого плодородного слоя нет. Под этим подопадом, который немножко все-таки плодороден, идет сразу, короче, смесь подзола и глея. Это означает, что нет минеральных веществ, и, соответственно, еще напихали туда железо и алюминия. То есть, она такая сизовато-светло-серая, плитчатая, практически не содержит корней, никаких, уже там нечем питаться. Вот ниже идет переходный горизонт, куда вымываются, да, что там с глея вымывается, железо там с марганцем, в большей части, вымывается, ну и минеральные вещества тоже. Потом переход идет и левиальный, и затем идет основа, основа там обычно глина. То есть, это все болото, в принципе. То есть, нет множества всяких других горизонтов. Все довольно просто. Подстилка, подзол, смесь подзола с глеем, потом пара горизонтов переходных и основа. Она очень простая. Ну, значит, реакция у нее сильно кислая, она очень кислая из-за алюминия. Алюминия много на этом глее, поэтому реакция кислая. Это опять же все очень плохо, все. Гумус есть, но фульватный, то есть, плохой гумус 2-4% небольшое. Горизонты, вот основной этот подзола глеесный перенасыщен алюминием и железом. Кислая реакция, и железо отравляет там тут, это растение, слишком много железа. Им вообще железо не надо, а не мало его расходует. Мало очень азота и фосфора, и низкая биологическая активность. Как раз вот это и подзол, и глей, это совсем ничего не растет, самая плохая. Она к тому же бесструктурная, чересчур влажная, потому что это все липкая практически глина, этот глей. Вот такая вот она вся. Подзолистые почвы чуть получше, тоже не сахара, но там хоть глея нет. Подзолистые почвы формируются в тайге под хвойными лесами, с муховым, мухово-кустарничковым покровом. Состоят они из следующих слоев. Первый идет лесная подстилка, от 2 до 10 сантиметров. Грибы, мхи, опад деревьев, немного она разлагается. Вот ниже подстилки, там все-таки идет гумусовый слой, небольшой плодородный слой, ну, 1-3 сантиметра немножко идет, и причем фульватный гумус, то есть плохой. Вот немножко идет плодородный слой, потом ниже идет много-много подзола. Подзол мощностью где-то 25 сантиметров, ну, вот обычный, типичный, светло-серый окраски, пластинчатый, по структуре плитчатый, иногда безструктурный, нифига не плодородный. Ниже идут переходные горизонты, или иллювиальный, ну, в смысле, куда вымываются минеральные вещества вниз там из подзола. Ну, туда, кстати, некоторые корни там проходят, через подзол бы вообще туда-дониз идут, но редко. Потом идет оглиненный под горизонт, или иллювиальный, может он быть двух видов, где-то так тоже на полметра, все, ну и потом, в общем, почвообразующая порода, в основном это суглиненный, глинистый или глинистый, в основном тоже все на глине развивается, подзол такой классический. Ну, обычная подзолистая почва, полная мощность, хотя горизонтов до 150 см, из них плодородный слой, ну, 5 см максимум. Все остальное, короче, фигня всякая. Ну, их различают, классифицируют по содержанию там органического вещества, ну, основное все органическое вещество там даже в подстилке, даже вот не столько в этом гомосе, сколько в подстилке там органика. Ну, по насыщенности железом, алюминием различают их по степени подзолистости, то есть развитости этого горизонта подзоли, по степени оглиения по развитости глея, ну, это глея подзолистый, различают по степени оглиения. Дальше у нас идут дерново-подзолистые почвы, они, в общем, пожалуй, лучшие там, таежные. Значит, там помимо подзола формируется достаточно мощная вся вот эта совокупность корней, которые формируют еще дерн, он сравнительно плодородный. Значит, дерново-подзолистые почвы состоят, во-первых, из лесной подстилки, порядка 7 сантиметров, это разлагающиеся растительные остатки. Потом идет переходный горизонт, порядка 2 сантиметров, потом идет, ну, достаточно неплохой, в данном случае гумусовый горизонт. Гумусовый горизонт до 20 сантиметров, может быть, на дерновой почве, это я, так бы, классическую почву описываю, дерново-подзолистую. Идет гумусовый горизонт 20 сантиметров, ну, обычно все-таки серый он тоже, с плохо выраженной структурой порошестой, рыхлый, но в этом горизонте много корней растений. Вот это я копал. Значит, 2 сантиметра все-таки гумус, но в нем корней много, вот это дерновая почва. Потом идет переходный горизонт, сантиметров 10, потом идет подзол 20 сантиметров, это белесый, белая практически, светло-серая земля, бесструктурная, и часто вообще глина там практически, она выглядит как глина белая. Дальше идут и левиальные горизонты, ну, подзолистые, где-то 30 сантиметров, дерновой подзолистой почве, потом идет эльвеальный горизонт, он такой пестро окрашенный, буроватый, железистый, их несколько там, этих подгоризонтов идут, они бурые, красно-бурые, ну, и кончается все почвообразующие породы, в основном это суглинок или глина, там, в самом конце там будет глина вообще просто. Дерновые подзолистые почвы могут быть глиеватыми, то есть могут быть еще элементы оглеенные у них, такой сизоватор, ржавые пятна. Ну, свойства их на самом деле разные, они могут быть по мощности до 250 сантиметров, то есть может быть, вся вот эта вышеописанная структура на 2,5 метра, но в Восточной Сибири они где-то 100 сантиметров, где-то метр всего. Разная степень у них развитости идут, и развитости дернового, либо подзолистого процесса, поэтому они классифицируются. По мощности гумусового горизонта они различаются по содержанию гумуса, ну, они могут быть высокогумусные, там может быть более 5% гумуса в дерновой такочи, потому что там все-таки есть этот плодородный слой, порядка 20 сантиметров, но они могут быть сверху песчаные, либо глинистые, обычно внизу там глина все равно, пыль там у них может быть, реакция почвы у них, ну, кислая, потому что гумус от сильно кислой до слабо кислой там имеется. Реакция содержания азота для них тоже уже начинает вычислять, какой-то азот и фосфор там есть, ну, в общем, все равно, конечно, меньше, чем в черноземе. Различаются также дерновые почвы, которые уже чисто дерновые, они подзолистые, ну, и они, как правило, дерново-карбонатные. Вот это даже тоже мне очень хорошо знакомо. Дерново-карбонатные, они в тайге под лугом имеются, то есть вот не под деревьями, а под луговая растительность, и на карбонатных породах по типу известняка. Дерново-карбонатные почвы на карбонатных породах имеется в виду известняк, мрамор, доломит, карбонатные марены и все такое. При этом по-прежнему промывной режим, потому что много осадков. Вот формируются дерново-карбонатные почвы. Профит следующий. Наверху идет подстилка лесная, может быть, оторфованная. Потом идет гумусовый горизонт до 40 сантиметров, неплохой такой, темно-окрашенный, темно-серый, коричневый. Содержит много корней растений, потому что дерновая эта почва. Ну, если она дерново-карбонатная, там еще известковые породы, обломки мрамора, известняка в перемешку с корнями растений. То есть пахать это, конечно, ужасно. Лопата это копать тоже ужасно, но более-менее она плодородная, кстати. Ну ладно, дальше идет иллювиальный горизонт, примерно 40 сантиметров. Серовато-бурый, красноватый, тоже корни растений, обломки известняковых пород всяких, иногда с пятнами такими, с прослойками карбонатов. Потом переходный горизонт, потом плита коренной породы, то есть твердая там, мрамор, допустим, известка. Ну вот эти дерново-карбонатные могут еще быть типичные, вот вышеописанные, потом они могут быть выщелоченные и оподзоленные. То есть подзолистый слой у них тоже может быть. Также выделяют дерново-литогенные почвы, это все то же самое, но они носили на породах, на силикатных суглинистых, которые имеют много железа или магния. То есть литогенные это, то есть из камней образовались. Вот дерновые и литогенные почвы, ну не часто бывает. Потом дерново-глеевая почва, это вот где заболоченность есть, и соответственно из-за болота глей развивается. Ну и собственно в тайге, конечно, болотно-подзолистые почвы на болотах. Таежное болото, высокий уровень воды, причем она, как правило, застойная. Растительность покрывает мелкие еловые сосновые леса с большим количеством мха под ними. Иногда могут выглядеть как лук, но как правило, все-таки на болоте там что-то растет, но меньше, чем в большом лесу. Структура типичной болотно-подзолистой таежной почвы, это, во-первых, подстилка, которая в данном случае мхи из себя представляет в основном. Потом торф. Вот болото так и определяется, что территория, на которой торф. Особенно, что болотная почва под подстилкой торф идет. Он может быть перегнойный торф, и, в принципе, на нем можно расти, только можно что-то нам выращивать, надо воду из болота отвезти. Значит, мощность торфа 20-30 сантиметров, потом идут горизонты с гумусом, причем они могут быть оглеены. Если они оглеены, то это плохо, в общем и целом. За гумусными горизонтами идут подзолистые или глеевые, или, значит, подзолистые и под ними глеевые. Тут уж как повезет, по-разному может быть. Где-то на глубине от 50 до 250 сантиметров будут материнские породы, то есть почва кончится. И породы на болоте материнские разные, потому что формируют там все-таки сверху болото, а порода может быть песчаная, с углинки глины, с валунами или без них. Могут быть карбонатные породы, могут быть всевозможные наносы и так далее. То есть вот порода у них разная, и поэтому сверху тоже болотная почва довольно разная. Ну, общий принцип признаки болотной почвы, то, что там сверху есть торф, и, как правило, там процесс оглеивания очень популярен на болоте, но может и не проходить. Подзол может формироваться, может не формироваться на болоте. Ну, вот, соответственно, по вот этому глеевому горизонту, который обычно все-таки бывает, выделяют по мощности и по положению этого глеевого горизонта, допустим, поверхностно-глеевые, глубоко-глеевые и так далее, и по степени его развития. Также по степени развития подзола они классифицируются, по мощности торфа. Но мерзлотно-таежные почвы также нужно упомянуть. Это все то же самое, но еще и мерзлота. Мерзлотно-таежные почвы могут быть глеи мерзлотные, с образованием глея, что тоже популярно при мерзлоте, или могут быть кислые почвы без глея. С точки зрения сельскохозяйственного использования этого всего, климат на самом деле сравнительно благоприятный, это не тундра. Там можно без всяких теплиц вполне выращивать зерновые, овощные, картофели, чем все и занимаются, корнеплоды, то есть морковку и свеклу, всевозможные травы, ягоды, даже вполне там вот эти огороды там прекрасные, в Сибири со множеством всяческой ягоды вкусной, этого там сколько угодно. В то же время, все это нуждается обычно в мелиорации, большие площади земель покрыты кустарниками, либо заболочены, либо покрыты вот этим самым дерном. Там есть везде в тайге старопахотные почвы, которые давно распаханы, которых этих корней нет. Но опять же, вот корни повыдергивали, теперь оно не плодородное. Старопахотные почвы, как правило, сильно выпаханы, у них низкое содержание гумуса и всевозможных других элементов питания. К тому же пахота разрушает структуру. Они также характеризуются кислой реакцией. Ну, в общем, все это земледелие в тайге требует мероприятий агрономических, чтобы там хоть что-то выросло. А именно широко применяются органические и минеральные удобрения, органические это навоз, который больше всего там применяется. В сибирской деревне, в которой я вырос, минеральные там не доверяют, но можно минеральные применить. Извискование применяется, севооборот, если большие поля, то есть меняют все время. Ну, на маленьких полях крестьян, этих приусадебных участках, они в основном под картошку забивают все основное пространство, поэтому все в оборота нет у них. Создают постоянно там пахотный слой, очищают от камней и пытаются улучшить водно-воздушный режим. Подзолистые почвы нуждаются на самом деле в азотных и фосфорных удобрениях. Если в массовом масштабе там что-то выращивать, а не на приусадебном участке, то всегда вносят эти нитраты все азотные и фосфорные удобрения. Также там всякие микроудобрения часто вносят, марганцевые, молебденовые, борные, медные. На песчаных и супесчаных нужно азотные удобрения вносить в небольших дозах, но часто. Обычно непосредственно перед посевом или во время вегетации этих всех культур. Надо сказать, что поскольку там все время промывает, то эти самые удобрения тоже вымывают все время. Поэтому удобрения в основном в форме аммиака вносятся в аммиачных формах. Ужасно это пахнет. Вот чтобы не вымывало. С фосфатами все то же самое. Они вымываются, даже какие есть. Поэтому их вносят в лунки или в редки прямо во время посева. Вот сажают культуру и тут же эти фосфаты кладут. Довольно быстро все равно вымоется. Там постоянно идут дожди. Ну, в общем, местные все равно предпочитают навоз и торф, как я уже говорил. И это хорошо. Навоз и торф тоже, да. Ну, просто они как бы медленнее действуют, но надежнее. А вот эти фосфаты, нитраты, да, сразу многое если положить, сразу оно хорошо вырастет. Поэтому в совхозах, когда у них промышленное производство, они все-таки предпочитают азотное и фосфорное удобрения. Крестьяне обычно навоз кладут на своих участках. Извескование уменьшает кислотность, многолетние травы засаживают по севообороту. Ну, важно там еще создать оккультуренный пахотный слой. Имеется в виду, что ежегодно припахивают все глубже и глубже. Где-то вот на 30 сантиметров в итоге создают пахотный слой. Понятно, что структура разрушается, но в этот пахотный слой вносят активное удобрение. Запахают сантиметров на 30 и туда много-много навоза или торфа или вот этих всех минеральных удобрений. И извескуют также, чтобы кислотность понизить. Вот образуется некий такой слой, насыщенный удобрениями. Хотя он вымывается, разрушается и так далее, но вот его каждый год запахивают. На почвах, где избыточное увлажнение, позже начинают посев, потому что на них вымокают озимые хлеба и вообще там трудно убирать мокрая земля, которая. Но где мокрая земля, где избыточное увлажнение, применяют узкозагонную вспашку, рыхление подпахотного слоя, бороздование и так далее. На болотных почвах, естественно, проводят осушение, потом оккультуривание. Очищают пахотные угодья от камней, ну и в супесь вносят навоз, компост, седираты.